Всем привет, с вами Жора, по батюшке я Григорьевич, и сегодня я научу тебя готовить наггетсы в домашних условиях. Сейчас я у себя в комнате, поэтому как мы будем готовить в комнате совсем, что ли? Пошли на кухню. Итак, из ингредиентов нам понадобится чеснок сушеный, любая приправа для мяса, я использую для шашлыка, потом 5 кусочков хлеба, они нам нужны, чтобы сделать свои сухари. И готовые панировочные сухари не рекомендую использовать, потому что получится стандартно и вообще не мой авторский рецепт будет. Далее у нас идёт 2 яичка, мы их будем взбивать, куриные грудки, обязательно куриные, потому что у нас будут наггетсы, как стрипсы, то есть будем пытаться приготовить их как в KFC. Вот. Потом масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, моё любимое слово, которое я не могу выговорить, сейчас выговорил, слава богу. Мука пшеничная, любая, главное, чтобы пшеничная была, ну и соль. Всё. Подготавливаем эти ингредиенты, ну и начинаем наше приготовление. Поехали! Итак, давайте первым делом сделаем наши сухарики, разрезаем наш хлеб. Ну, наверное, вы знаете, как выглядят сухарики в салате Цезарь. Примерно такими мы их делаем. Разрезаем наши кусочки на такие 3 части, каждый кусочек. Нужно это для того, чтобы в дальнейшем они приготовились. Здесь мы их раскошматили так хорошенько и чтобы наши сухарики, сейчас покажу, вот они будут вот такие у нас все. Господи, у меня соседи прыгают там на слонах. Вот. Сухарики получатся у нас такого размера. Потом мы будем их толочь. И они у нас ещё убавят в размере, что поможет им налипнуть на наше мяско. Так, ну я нарезал как бы, и я смотрю, что походу нам этого не хватит, этого количества для вот такого количества мяса. Отрежу ещё один кусочек, нарежу его и продолжим. Ну всё, я нарезал ещё один кусочек хлебушка. Теперь будем всё-таки приступать жарить наши сухарики, наш хлебушек. Я буду их жарить на сковороде, можно в духовке, может быть ещё вы способы знаете. В общем, готовим сухарики. Ну а пока наша сковородка разогревается, кстати, она уже разогрелась, закидываем быстро наш хлебушек. Закидываем наш хлебушек. И пока сухарики будут жариться, мы с вами сейчас возьмём два яичка и разобьём их вот сюда, в этот стаканчик. И будем размешивать, взбивать. Будем их взбивать до однородной массы. Я буду это делать вилкой. Если же у вас есть блендер или другие приспособления для этого, то пользуйтесь ими, потому что вы потратите меньше всего времени. Всё, взбиваем яички. Ну что, после того, как мы взбили наши яички, теперь время мяска. Сухарики у нас ещё готовятся, ещё не приготовлены. Время мяска. Берём грудку и нарезаем её. Наверное, все знают, как выглядят приготовленные наггетсы или стрипсы. Вот, нарезаем примерно так же. Кусочки у нас не должны быть слишком тоненькие, потому что у нас всё зажарится и можно поломать зубы. Так что режем вот примерно такими кусочками. Вот это будет у нас один наггетс. Вот это вот. Это будет один наггетс. Естественно, некоторые кусочки могут быть больше, некоторые меньше, но всё равно стараемся делать их потолще и побольше. Вот эту белую чепухню обрезаем. Лично я её не люблю, поэтому обрезаем её. Так, не забываем помешивать наши сухарики вообще-то. То я про них совсем забыл. Ага, ну ничего, это не пошло им на, как сказать... Это пошло им на пользу, что я о них забыл даже, хочу вам сказать. Перемешали, молодцы. Возвращаемся к мясу. И продолжаем нарезать. Повторюсь, кусочки не должны быть слишком тоненькие, а то всё загорит, прогорит и будет невкусно. Сердечко видали? Чё, не видали? Сердечко. Всё, увидели, хорошо. Всё, примерно такие кусочки у нас должны были получиться. Так, тут я не убрал штучку кровавую. А, и тут белую штучку не убрал. Какой я внимательный. Всё, такие штучки у нас получились. Заканчиваем сухариками с нашими. Вообще, за ними нужно следить, но так как мне нужно вам показать всё как можно быстрее, я пытаюсь сделать всё вместе и угнаться за двумя зайцами сразу. Пусть ещё побудут. Пусть ещё у нас помучаются. Поставим чуть-чуть меньше огонь. Чуть-чуть наполовинку. Всё, пусть жарится. Так, ну а сейчас мы будем готовить с вами смесь из муки, соли и наших специй. Мясо в сторону. Ищем какую-нибудь тарелочку, где мы будем все эти специи смешивать. И смешиваем. В каких количествах, смотрим дальше. Итак, уважаемые дамы и господа, я приготовил вот такую тарелочку, в которой мы будем перемешивать с вами муку, соль, чеснок и шашлык томатный. Можно добавить ещё перец молотый чёрный, если захотите, как бы по вкусу. Ну что, начнём. Я подготовил вот такой стаканчик мирный. Берём и насыпаем в него 100 грамм муки пшеничной. Выливаем её, высыпаем точнее, в нашу посудинку. Так, хорошо. Дальше у нас идёт 1 столовая ложка соли. Без горки, без горки, без горки. 100 ложка соли. Далее, специя томатного шашлыка. Специя для шашлыка, 1 чайная ложка. Аккуратненько. 1 чайная ложка. И чеснок сушёный. Тоже 1 чайная ложка. Теперь всё это перемешиваем. Тщательно перемешиваем, чтобы у нас не было на каких-то кусочках мяса больше специи, шашлыка. На других её вообще не было. Так что тщательно перемешиваем, чтобы потом всё по совести было. Всё по совести, всё по вкусу. Перемешиваем. Наши сухарики уже приготовились. Берём и перекладываем их. Берём и перекладываем их в тарелочку. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Итак, как же мы сейчас будем толочь наши сухарики? Берём какую-нибудь такую штучку. У меня эта штучка для выжимания сока. Баккарни. Чтобы выжимать сок из фруктов. У вас может быть это обычная вилка. Обычную вилку можно использовать или что-нибудь такое. Кладём сверху салфеточку. И начинаем вот так вот их разламывать. Чтобы в разные стороны не разлеталось у нас ничего. Хотя это очень трудно тоже. Но, тем не менее, делаем вот такие движения. И такую работу. Короче, руками. Погнали руками. Если честно, я делал так руками. Первый раз, когда готовил. И руки потом у меня были в мозолях. И даже кровь просачивалась. Всё, что вы видите на экране, Короче, показано и выполняется профессионалами. Так что найдите свой подход, Чтобы разделаться с нашими сухарями. Ну всё, ребята. У нас все ингредиенты подготовлены. Теперь нам нужно их приготовить. Сейчас я покажу вам, как сделать фритюрницу. В домашних условиях, если у вас нет самой фритюрницы. Берём ковшики. Это может быть вот такой ковшик. У него более толстое дно. Или такой. Он более, как вам сказать, Более лёгкий и тоненький. У него менее толстое дно. То есть выбираем. Такой ковшик, такой. Какой у вас есть. Внутри не должно быть никакого покрытия. Потому что можно его испортить. Например, у меня есть вот такой ковш. С покрытием самалевым. Его использовать не советую, Потому что может испортиться. Так, ну и из всех моих ковшиков, Я выберу вот этот, у которого более тоненькое дно, Чтобы быстрее прогрелся. Ну и всё. А вы можете по выбору. Можете потолще использовать дно, днище. В общем, у кого какой ковш. Ну что, давайте делать наши наггетсы. Первым делом берём кусочек. И начинаем валять его в муке и специях. Наваляли хорошенечко. Теперь окунаем его в яичный раствор. Я его перелил в более удобную ёмкость. Так, хорошо. И последняя стадия. Кладём в наши сухарики. И вот так вот тоже валяем в сухарях. Всё. Наггетс у нас готов. Можно его прямо сейчас кушать. Ладно, пошутил. Всё, кладём теперь его на тарелочку. Будем класть их на тарелочку готовые. Ну и делаем так с каждым. Итак, извиняюсь, у меня села камера. Продолжаем. У нас должны получиться вот такие наггетсы. Они у меня навалены в кучу. Вам же я так делать не советую. Возьмите какую-нибудь тарелочку, больше которой, и разложите их, чтобы они лежали по отдельности. Что мы делаем? Мы берём наш ковшик, любой, который выбрали. Ставим на плиту, на максимум ставим. И наливаем в него масло, чтобы ковшик был наполовину полон. Или наполовину пуст. В общем, наполовину полон маслом. Таким образом мы сделаем с вами домашнюю фритюрницу. У нас будет фритюрница. У кого её нет, у кого она есть, то поздравляю. Всё, ждём, пока масло разогреется, и будем по одной штучке закидывать. Забыл сказать, когда масло полностью разогреется, мы должны поставить вот не на девятку, у меня девятка это максимум, а примерно на семёрку, на шестёрку. То есть оно разогрелось полностью, и мы поставили на семёрку, на шестёрку. Примерно на половину, в общем. Всё, ждём, когда масло разогреется. Пока наше масло подогревается, берём одноразовое полотенце, или просто какие-нибудь полотенечки, и раскладываем их, желательно на доску, конечно, чтобы ничего не запачкать. Зачем это нужно? Сейчас объясню. Разложили. И когда мы будем наггетсы наши отсюда доставать, то есть это масло, оно маслянистое, ужасное, будем складывать наши наггетсы вот так вот, чтобы салфетка наша впитывала весь жир, всё масло, и наггетсы получились незамаслённые там. Ну, в общем, наверное, вы меня поняли. И раскладываем. Итак, всё, наше масло разогрелось, ставим на шестёрочку, и закидываем наши наггетсы по одному. Так, закидываем по две штучки. Аккуратненько. Так, поехало дело. Раз, два. Теперь ждём 2-3 минуты, в зависимости... Это зависит от того, насколько у вас хороший ковшик, какое у него дно, ну и, в общем, сейчас я расскажу, как определять, когда оно у нас готово. Ура, у меня зарядилась камера, и можем снимать на камеру. Вот такая у нас штука получается. Что-то тут происходит. Бульк, бульк, бульк. И как же узнать, что готовы у нас наггетсы или не готовы. Для этого мы берём две белочки и приподнимаем. Примерно наггетс должен выглядеть вот так вот. Так, фокус, фокус. Фокус, фокусируйся. Ладно, не хочет. В общем, вы сами смотрите. Наггетсы у нас так вот должны пребывать в маске на протяжении 3-х минут. Опять же, смотрим, чтобы сухарики не сильно пережаривались и не были вот такого чёрного цвета. Так, всё. Первые две штучки можем выкладывать уже на салфеточки на наши. Так, раз. А-а-а! О, господи! Два. Смотрите, что я сделал. Помогат. Время следующих наггетсов. Если у вас маленькие получились, можете прям сразу и по три штучки даже, чтобы времени меньше вас это заняло. Так, ну а пока нужно прибраться, наверное. Всё хорошо. Как вам моя первая порция? Я знаю, что слишком чёрная получилась, но первый блин всегда комом, как говорится. Вторая порция у меня уже готова. Сейчас буду её доставать. Эти уже выглядят более светлыми и более, как сказать, ну, хорошенькие. Уже получше выглядят. Выкладываем. Красавец какой, посмотрите. Ну и что, наверное, следующий процесс я не буду снимать. Вы уже знаете, что нужно делать. Всё, закидываем и жарим так оставшиеся. Наконец-то, ребята, мы это сделали. У меня ушло полтора часа на всё приготовление. У вас, наверное, минут 10. Не знаю, серьёзно, не знаю, сколько там видео вышло. В общем, давайте посмотрим, что у нас получилось и разрежем. И посмотрим, что внутри. Вот такая гора чудо-наггетсов у нас получилась. Здесь домашние наггетсы а-ля... Как там в KFC они называются? В общем, не важно. Это будут жориксы. Всё, жориксы. Запатентовал. Всё, ребятки, ребята. Я так долго это готовил. Так долго готовил эту вкусняшку. Надеюсь, вам она понравилась. К сожалению, я съел две штучки во время приготовления. Не судите меня. Не судите меня. Я просто хотел кушать. Вот. Давайте теперь одну из них разрежем. Из наггетсинок наших что-нибудь разрежем и посмотрим, как наше мяско выглядит внутри. Итак, больше всех мне приглянулся вот этот вот. Давайте разрежем, посмотрим, что у него внутри. Это своеобразный будет фудпорн у нас. Ну что, давайте смотреть, что там внутри. Опа, фокус. Ты меня радуешь, фокус. Посмотрите, как классно и равномерно у нас прожарилось мяско. У меня даже на ногтях мяско осталось. А ну-ка, давайте послушаем хруст. Господи, как это вкусно! Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, вам понравился мой авторский рецепт. И когда будешь готовить ты, у тебя получится не хуже, чем у меня. Вот такого хруста тебе желаю. Ну а на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал. Ну а я увижу с тобой в следующем ролике. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok